На этой неделе в Мрел выросло число пациентов травпунктов. Виной тому гололед. После по-весеннему теплых выходных подморозило и улицы покрылись слоем льда. В четверг все скрылось под свежевыпавшим снегом. Однако опасность поскользнуться и получить травму все еще остается. Также врачи напоминают быть осторожнее с пиротехникой. Уже известны случаи травмы от петарды. На днях пострадал 11-летний школьник. В Ёжкаролинской травматологии побывала наша съемочная группа. В коридорах городского травмпункта многолюдно. Некоторые из посетителей вернулись сюда уже на повторный прием. Одним врачи диагностировали ушибы, другим растяжение, третьим переломы. Помимо бытовых травм, горожане все чаще обращаются с последствиями от неудачных падений на улице. Только в понедельник в отделение травматологии первой поликлиники Ёжкаролы за медпомощью обратились более 60 человек. Чтобы прогулка была безопасной, прежде всего нужно надеть удобную обувь с глубоким протектором. В идеале убрать телефон в карман, чтобы при ходьбе не терять бдительности. Если все-таки поскользнулись и не получилось удержать равновесие, а место удара болит, необходимо обратиться к врачу. Следует оценить свое состояние. Если боли сильные или умеренные, следует, конечно, обратиться к врачу. С самолечением лучше не заниматься, потому что если пропустить время, лечить будет тяжелее. Специалисты отмечают, что мужчины чаще всего обращаются с травмами ребер и лодыжек. У женщин страдают кисти и запястья. А все потому, что падают они чаще всего на руки. Опрос на улицах Ёшкаралы показал. Горожане знают, как правильно падать. Однако они не всегда успевают применить эти знания на практике. Также они рассказали, получали ли травмы после неудачных падений в гололед. Нет, не было. Я просто аккуратно хожу. Нет, слава богу. Бог миловал. Повезло. Гипс мне не накладывали, но это у меня отразилось на коленном суставе. Это было 4 года назад под гололедицей было. Упало на левую руку. Перелом лучевой куст кости был. Растет и детский травматизм. В частности, из-за катания с горок на так называемых ватрушках. Чтобы веселье не закончилось больницей, необходимо соблюдать несколько простых правил. Скатываться с горки нужно исключительно сидя лицом вперед. При этом важно соблюдать очередь, чтобы случайно никого не сбить или не столкнуться с другой ватрушкой. Чаще всего дети и взрослые получают травмы из-за неровности трассы. Результатом падения могут стать переломы ключиц, лучевых костей позвоночника и черепно-мозговые травмы. В предстоящие праздники следует аккуратнее использовать пиротехнику, пиротехнические изделия, так как бывают ожоги от взрыва петард, взрыва салютов. Специалисты еще раз напоминают основные правила безопасности. В гололед следует ходить на слегка присогнутых ногах небольшими шагами. Удержать равновесие можно, балансируя руками. Падать лучше на бок, чтобы удар приходился на крепкие части тела. В преддверии новогодних праздников особенно внимательными стоит быть и тем, кто использует пиротехнику. 28 декабря в детскую республиканскую больницу доставили 11-летнего мальчика. По предварительным данным, во время запуска петарды ребенку оторвало два пальца левой руки. Один удалось восстановить. Следственный комитет проводит по данному факту проверку.